Субтитры делал DimaTorzok Господи, благодарим Тебя, слава Тебя, милосветный Создатель, за все твои милость и щедроты. Аллилуйя. Аминь. У меня вопрос, кто был в детских лагерях где-нибудь тогда, в форме нашего? Выйди сюда. Я. Остальные вообще встаньте. Так, расскажи, какая разница между нашими лагерями? Стань прямо, ты как-то сразу все это выгибаешь? Ну, здесь лучше. Ну, что лучше, по качествам покажи, с чем лучше? Ну, потому что здесь мы учимся жить настоящей мужской жизнью. Вот так, это первое, понятно? Нам зачем это тискать? Ты не работай, я тебе подхожу, девочка не так, где попала Ксения, там работа прекращается. Ее надо тоже вытащить, не бросить. Сделал не так, Никита. Вот такие вот, между этими рогами указать. Ну, какая она? На две щурки-то не получается. И на три маловато. То есть, совершенно не думал. Мы ему делаем замечание, чтобы он вышел на прямую дорогу. Мы все должны видеть и знать. Паня, не пойму, что у тебя нога отломана или что? Нет. Вот где-то съемки здесь идут. У тебя нога где-то вон там, вот так вот. Да так, кто стоит. Посмотрите, мертвый труп. Ленина как охраняют, стоят. Ты прямо встаньте с тобой. Мы переживем Богом. Ко мне повернись. Повернись. Я два оттуда. Ваня стоит уже, где я с ним пилился. Пилить нормально. Уже рядом Паша. А Паша заливается соловьем. Веселый, приятный парень. Главное не работать. Он будет день и ночь играть языком. Но это кончится, Ваня. Все будут называть тебя Краснобай. Краснобай. Тебе это надо. А что, обещания ты ни одного выполнить не сможешь. Я сделаю. А делать-то надо руками потеть. Чтобы пот не только на спине был, но на лице. Сегодня это сходит тебе еще как-то. А дальше это не будет. И кличка будет как-то. Да вон к тому Паше, пойди, это Краснобай. Или как, Обещалкин. Обещает, ничего не делает. Пусть обрех. А? Пусть обрех. Пусть обрех. Это собака, которая лает на облака, там на ветер. А никого не обнаружит. Не надо это. Переломи обстановку. Еще не поздно. Прямо с сегодняшнего дня начни это. Нигде лишний раз, мне говорится, зубы не показывай. Мы пришли в юдор печали, эту землю, радость наша внутренняя. Что за нас умер Христос. Что мы спасенные. Что мы спасенные. Проси у Бога веры. Что есть Бог. Есть душа у человека, есть душа у человека, есть вечность. Не те храмы, которые в Москве строят только. Это кирпичи, они будут разрушены. Вот это бессмертный храм. Как надо беречь. Что-то разбежался. Бабах. Бомба. Все. Поградилась и поехала. На руках понесли. Это храм Божий. В котором Дух Божий живет. Андрюша, выйди. Ты стой пока. Ты сколько раз уже бегал за платочком из-за рукавов. Памяти-то нету никакой. На чем я не знаю. Вы сами посмотрите, что у вас в семье делается. Как можно в таком возрасте памяти, как воск отпечатывается. Каждый раз. Ты видишь, что уже идет консульт. Ну, делаю тебе что-то. И вот заметь. Вот я никогда не буду пойман на этом. Почему? А у меня нет безрукавок. Однажды решил и все до одной ликвидировал. Раздал там неверующим. У нас положено так. Свитер не носить сверху. А под низом рубашки. Чтобы сверху был пояс. Но у меня свитера подаренные хорошие. Ну, рано или поздно я надену и он будет сверху. Но чтобы этого не было. Я собрал все свитера. Хорошие, хорошие свитера. Пошел в дом инвалидов и все отдал. Я просто моим господом хвалюсь. Он положил мне на сердце. Это далеко было идти. Я нагрузил в рюкзак. У меня много было. Галстуки я не носил. Но один говорит, я два раза печку набил полную. У него галстуков 40-50 было разных. К разным рубашкам. Он сразу сжег их все. Больше нету. Битва была. Положил ее. Как тракнул ее. Все кончилось. Больше нету. Любое дело нужно начинать и оканчивать. Притом с победой. Мы стояли, смотрели. Появился какой-то там силуэт беленький. Пока я ходил за биноклем, человек тут скрылся в лагу. Идет медленный, как машина бредет. Я подумал, что это кто-то на машине туда едет. Потом видим человека. Я в бинокль рассмотрел синий платье. И тут что-то красное, как фар тут красный. Я сел перехватить того человека. Вы видели, что я догнал его? Я узнал, что это за человек. Зачем он сюда попал. С какой целью. Что он несет. Ну и поговорили дальше. Потом пошел в деревню, заливает весной. Они прокопали траншею, куда они ее вывели. И там, как начинается, маленький от Андрея. Там лежит какая-то телящая шкура большая. Я ее туда забросил обратно. Она лежит на посеве. Ее то ли не видели, собаки вытащили. И свалено дерево. И дерево это засохло уже. И оно попало прямо на пшеницу. И, видимо, он когда сел или что, не вылез оттуда и взорвал. И эти, отломились сучки тоже по пашне. Мне пришла мысль, что это нами сваленное дерево. Мы когда-то там брали. Правда, в другом конце. А могли здесь пилить. Виктор Николаевич пилил. И оно могло тут упасть. Его могли мы не заметить. Отсюда вывод. Подозрение. Взять топор, пилу и пойти с тележкой там перепилить сколько и перевезти его сюда. Сучки занести. С пшеницы убрать до одного стручка. До одного стручка. Я обошел, где у них там дальше траншея идет. Они траншею прокопали экскаватором весной, чтобы вода пошла, вышла там за деревней. Я прошел по сей траншеи туда и посмотрел, как это. За это время, пока я там был. Кто там был, что вам это не важно. Нога заметить или опять в стороне. Что-то давит ноги или что? Нет. Ну нет, понимаешь, только замещание сделал, все. Ты повернись отсюда, что ты боком стоишь. Ты стань рядом, стань, смотри. Я же стою, не ломаясь перед кем-то. Наши братья начали делать пирс. Я боюсь, чтобы они не остыли там долго. Бежу вчера, Паша там у них. Еще он тут бегал, трусы на нем. Тоже деловой парень, соскочил, в воду встал, а делать нечего. Стоит в воде. Зачем ты в воде-то стоишь? Вылазь оттуда. Ну, пойдешь, я в воде стою. Плати мне полный оклад. Пять тысяч долларов на месяц. Стоит. Паша вылезь оттуда. Вылезь, сидит, просуши трусы, туда не лезь. Они в воде стоят, и они там делают так. Большие, которые здесь, свая, и дальше. Мы делали так, когда долбили. Дальше туда кто-то двое проходят, держат кровать вот эту сетку. Ну, где сетка самая-то, поперечная, она большая, больше двух метров. Они ее держат. Отсюда прокидываем туда доску. По доске идут люди. А там двое держат эту кровать. Она маленько провалится там в вилл. И тогда сваи начинаем забивать. А когда сваи забиты, теперь уже поперечина, теперь уже на них бросается. Вот так делали. Ну, два человека это маловато. Ребятишек туда не пошлешь. Тогда был Игорь Добунов. Там сила была. Но сегодня, видишь, Виктора нет. И вот и ни погода, ни лазьте. У нас впереди еще время будет. Я вам сегодня рассказывал, какие у людей подвижки на нас. Они на нас гневаются, что люди принимают полное крещение. Там еще Александр Андрусенко собирается. Он ходил, ходил там, ездил. И он нашел священника, который согласился крестить, но потребовал деньги. Он мне снова спрашивает, что делать? Я говорю, беди от него, как от лютого волка. Близко не подходи к нему. Нигде копейки нельзя платить. Ты потом, потом, в следующий месяц заплати за два месяца десятину. Он достоин пропитания. Священник-то хороший-то. Но раз он такой корыстолюбец, это симония. Они не понимают этого. Вот крестили у нас там Галину. Все бесплатно. Ну, там, свидетельства выдали, там, 25 рублей. Можно сами печатали за свой счет. Все это дорогая, типа грабского услуга. Это не деньги. Ну, а священнику я сказал, ты две десятины отдай после. После. За то, что он трудится. Не за крещение. У него семья, ему надо жить. И жить не в бедности. Надо десятину платить. Если десять человек есть, они уже одного прокормили. По десяти не отдай. Десять уже у него ровно столько-то. Все от сотни по десятке. Понятно? Это у нас какие впереди стоят у нас задачи. Юра, я закончу, тогда поднимешь руку. Надо об этом молиться сейчас. Потому что люди терпят нападки. Притом нападки не то, что несправедливые, а дико несправедливые. Сами они не крещеные. Полного погружения не было. Их на этом сатана задавил. И он хочет, чтобы все такие же были не крещеные. Почему? Это синдром падшего черта, я называю. Синдром. Он пал с неба. Ему спасения нет. Поэтому он искушает людей. И священники, которые препятствуют принять полное крещение, я называю синдром падшего черта. Я погибаю, и ты со мной погибай. Крещение это дверь в церковь. И в царство небесное. Это прощение грехов. Это обещание Богу доброй совести. Это начало новой жизни. И они категорически против. Ну ясно, что я погибаю, он сам поп не крещеный. И священник-то. И он туда же тянет других. А мы что должны делать? Принять крещение согласно 6-го Васильевского собора 84-го правила. Если у тебя нет свидетельства достоверного, что ты был крещен в детстве или как. Тех, которых мы знаем. Они принимают полное крещение. Трехратное полное погружение. Люди обновленные выходят. Они просто лицом меняются. Они просветленные. Это пишет Павел Олепский, писал. Крестили каких-то иноземцев. И когда они вышли, о чудо, мы увидели как ангелов. Люди этого не понимают. А водой в Карпиту он еще не знает. Что с ним было? Надо научить. И учить ни день, ни два. От трех до пяти лет. Но которые приходят принять крещение от сектантов, баптисты и другие. Им это не надо. Они все знают. Им нужно только одно принять священство и крещение. Им достаточно месяц может быть. Основное вести его. Какие у нас есть разночтения с ними. Я говорю абсолютно о всех сектантов, принимающих святую Троицу. Учение о Троице. Чтобы никогда не хулили ехоны. Верили, что тысячелетнее царство идет. А не то, что как они говорят. Знаете, Тихоныч, коровы. Коровы. Ермат пасет. Корова. Ну-ка подойдем. Ерма. Я вижу, что-то многие руки поднимают. Что случилось-то? Сегодня Еремея пасет. Еремея. Ереме. Ну ладно. Сейчас он подойдет сюда. Идем. Смотрите, я почему его руки. Подождите, он пошел далеко. Перед не вылазь? Ереме. А зачем вперед меня бежите? Я сколько раз говорил. Поперед, батя, не лезьте. Посмотрите. Какие коровки. Как бог дал ей. Это завод. Высокая совершенно технология обработки. Это в Тимляндии. Там. Но пробовали делать молоко искусственное. Знаете, его состав. Моликулярное строение. Траву зеленую, которая есть корова, ее в машину заправляли. Молоко получилось зеленое. Оно зеленое молоко получается. Искусственно в машине. Ну и решили испытывать, как оно. Ну все сделали как положено. Стали кормить отдельно кошку. Там кто? Кошка сдохла. Тогда стали добавлять в эту зеленую, которая у них получала жижа, немножко молока. Все направилось. Это совершенная фабрика. Завод. Завод. 96 элементов в молоке содержится. Это единственный продукт на земле, который полностью усваивается без желудка. Желудок вырезанный одним кишечником. В нем все есть. Давайте громко прожим. Доброе утро, Иеремия. Доброе утро, Иеремия. Доброе утро. Можно пойти с Еремой? Можно. Так, Ерема, подойди сюда. Он послушный мальчик. Машину водит. Все он. И 9 лет шоферик здесь. Он все знает. Не гляди, что он маленький. Он уже выше меня рост. Собачка есть. Потихоньку подойдем туда. Доброе утро. Иерема, у меня вот этот братья просит с тобой попастить. Возьмешь? Да. Работа прекращается. Сейчас поедите, вас соберут. Пряников вам наложат. На него, конечно, как всегда. Погода как раз позволяет. Не жарко, не холодно. Спаси Христос, что не отказал. Иерема наш друг. Всегда. Собачка. А если они возьмут шарика, не помешает он? Нет. Аня на цепочке его будет держать. Они с этим, по-моему, не дерутся. Все. Ну все, тогда. Спаси Христос. Пошли обедать. Пошли обедать. Пошли обедать. Так, ты опять последний. Тарас, ну подтягивайся. Все, в конце все говоришь. Тарас гуляет. Тарас гуляет. Гуляет. Гуляет, гуляет. С таким шагом гуляет. Ой-ой. Тарас, Тарас. Тарас. Успокойся. Хлебом не надо играть. Положи, положи. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Мы не одно лозунг не кричали. Давайте. Россия должна встать. Россия – это мы. Так, теперь святой водой помоли. А Паша что-то не кричал почему-то. Паша не кричал, так он Казахстанец. Он должен кричать, Казахстан должен встать. Казахстан – это мы. Паша все равно вернется в Россию. Он русский человек. Полностью русский. Так, можно вас подать. Святая вода. Позапаси. Все, спаси Христос. Так, а ну-ка мои пингвинчики ко мне. Ну-ка, где мои они, это, Вика-то. Вот они как. Держи. Тут мне готовят от глаз. Тарасик, давай ложку. Вот мои пингвинчики, давайте. Красиво. Для мотора кураганч. Спасибо, Христос. А это вот это. А сейчас. Вот он шарик какой у нас молодец. Шарик молодец. Молодец шарик. Редактор субтитров. Молодец. Субтитры подогнал «Симон». КАК.